Вы знаете, что с водой можно разговаривать, и она становится хорошей, то есть она становится полезной. Так вот так же самое с предметом. То есть ты берешь, не знаю, я очень люблю там барахлянские всякие штуки, антикварные вещицы, которые я беру и говорю, ты хорошая. Бах, она все, она для меня хорошая, то есть не важно, где она была, с кем, вот она для меня уже хорошая, то есть она уже правильная, она эмоционально хорошо заряженная. И так можно с любым, то есть можно придумать какую-то быстренько вазу, которую хочется придумать. Главное верить, мыслить и делать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но таким образом в этих простых уникальных вещах я нахожу какую-то любовь и уникальность. То есть в них как раз и есть тот сок, который люди не пока еще не все осознают и не понимают, насколько это интересно и непередаваемо. То, что создала уже природа. Иногда вот он ищет, ищет, у него нет вдохновения, он что-то смотрит, 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 вот чем бы ему вдохновиться. Когда оно все-таки приходит, бывает, но его начинает переть просто по полной. Я его не могу вытащить вообще домой. То есть у нас бывает такое, что он здесь два часа ночи, он сидит, холбасит, он говорит так, пока меня прет, меня не трогает. Ну поехали, поехали. А он нет, 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 все, что я рисую. Достал. Наша майстерня находится. Первое, что приходит на ум и вот о чем хотелось бы говорить, о чем хотелось бы мечтать, это, конечно, глина. Сейчас мы увидим, что через пару дней могла полностью распастися. Трепетно отношусь к глине, с уважением, с любовью. Я думаю, что вот когда ты так ценишь материал, то он тебе отвечает взаимностью. Трепетно отношусь к глине. Это шикарно, по-настоящему живое. Когда-то мы с моей женой гуляли по антикварному слету и я обратил внимание на то, что лежали такие маленькие, масенькие такие бубенчики, то есть сам бубенчик, да, он имеет глубокие корни и вообще он был создан по рассказам для отпухи. И очень важно, чтобы тогда было очень много разных форм, вытянутые, грушевидные, также в моих светильниках тоже прослеживаются абсолютно разные формы, они не одинаковые, опять же таки, то есть они все сделаны вручную и они настоящие и звенят. Глина и Сережа Радько – это проявление такого глубокого украинского переживания, момента рождения предмета из глины. Меня больше удивляет, что от выпускников Академии майже никто не гончарует. Как так могут отбить людям охоту? Глина и Сережа Радько – это проявление. Глина и Сережа Радько – это эти стихии, вода, огонь, творчество, так как вы можете, движение на круге. А в современном электричестве нет этого? Глина и Сережа Радько – это все через посередники, а логика в том, что смысл должен быть что-то с техникой, чтобы не забыть огонь, вода, глина, земля, воздух, и движение, то есть творчество. Ну и пятый элемент – это ты. Великие мастера есть везде, начиная с Украины, заканчивая Бразилией, они есть везде, но очень важно их увидеть. А еще важнее их пощупать, потому что, когда ты трогаешь материал, когда у тебя есть тактильные ощущения, когда для тебя это важно, ты от этого тоже заряжаешься. И когда-то у меня была мечта потрогать квадрат Малевича, и она существовала, когда я приехал в Москву, в Третьяковскую галерею, и там строго-настрого написано «трогать ничего нельзя». При этом я трогал, смотрел, чтобы на меня никто не видел, я планировал себе этот процесс за два дня до того, как я еще попал в эту галерею, в сам музей вернее. И это было для меня важно – потрогать именно Малевича. И что-то даже я почувствовал, могу сказать. Какой-то заряд энергии. Также потом в этом же музее я трогал и Дали, и работы, и скульптуры. Потом я трогал Родена. А потом я уже потрогал всех, кроме Мона Лизы, потому что она за стеклом. Я бы ее потрогал, но, к сожалению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Доброго дня! Как мы сейчас спрали? Бачишь, сделали уже одну частину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С детства понимание стекла было немного опасно. Мама все время говорила, что можно порезаться, аккуратно. Но от этого меньше любить я его не стал. О том, что стекло – это песок, я его сдал уже гораздо позже. В его прекрасном виде меня безумно вдохновил остров Мурана в Италии. На котором я увидел такое количество стекла, такое количество безумного стекла, которое я не видел еще в своей жизни. Начиная от цветного стекла, прозрачного стекла, объемного стекла. С такими формами, которыми я не понимал, как можно бабочек в реальный размер сделать из цветного стекла. При этом они выглядят как живые розы, которые сделаны из стекла, пионы. Но это был мысленный паралич такой, который просто вводил тебя в стопор, в такой, который ты не понимал, насколько это было. Стекло, оно для меня вот такой вот некий холодный, но при этом настоящий материал, который хочется трогать, на который не страшно класть руки и который прекрасно вписывается и интегрируется в интерьер. Я бы сказал, что мне очень интересно создавать не массовый продукт, который был бы там на тысячи, а все-таки продукт, который был бы уникальным. То есть у, скажем, у профессионального скульптора у него не может быть 300 отливок одной работы. То есть у него их всего 10. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сколько штук срубило? Шесть? Пять. Пять? Подобается. Чудово. Ты рубишь верхушку, я рублю надушку. О, люблю бронзу я уже очень давно. Сотрудничаем мы с Дмитрием Греком, скульптором. Это мой близкий товарищ, друг, которым родилось очень много и воплотилось в жизнь очень много моих предметов, которые были просто бумажными проектами. Были просто на бумаге в один прекрасный момент, когда мы поняли, что это все не так просто, но все возможно. Зато из бронзы этот процесс пошел. Учеба и понимание того, как это льется, что можно, что нельзя, пробы и ошибки. То есть это было интересно, в том плане, что Дима уже был профессиональным скульптором, а я был еще, скажем, любителем рисовальщиком. Но наш тендем, он был очень интересный. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Хотя материал его должен быть виден, по-моему. Ну, то есть это прекрасно, когда видно, из чего он состоит, его фактуру. Все архитекторы, я думал, что без исключения с трепетностью относятся к этому материалу. За эксклюзивными какими-то породами целые охоты происходят, которые ищут именно ту форму, тот объем, ту фактуру, которая должна быть в интерьере. И поэтому появилось очень много заменителей. Нельзя ровнять бревьян с искусственным стеклом, как бы он бы не был похож. Я считаю, как минимум, дизайнер должен а. понимать, как это делается, б. хотя бы раз попробовать это сделать. И если он попробовал, и если он понимает, то это стопроцентный успех. У меня больше есть желание создавать, придумывать, рисовать. А потом уже с людьми, которыми в этом профессионалы, которые каждый день шлифуют, или каждый день льют, или которые вот кайфуют от этого процесса, которые зарабатывают этим деньги. Добиваются в этом успеха и делают это профессионально. Вот у меня есть желание работать с такими людьми. Это у нас мая дубовая доска. И мы с тобой зараз вырешиваем найважливейший элемент нашей выставки. Это уничтоженный стиль Т-Гарден. И очень круто, когда человек на своем месте занимается своей работой, любит ее и получает от этого удовольствие. Вот тогда я считаю, что это очень классно. И с такими людьми нужно работать и добиваться высоких результатов. Не создав там ни одной чашки, не слепив там ни одного предмета, тебе очень сложно это вот осязать на бумаге. То есть дать ему жизнь, когда ты не видел никогда парусника, или там не катался, или там не видел его только на картинках, то тебе очень сложно будет его нарисовать более уникальным. Вот и я за то, что если ты лепишь, если ты там стараешься и делаешь какие-то, может быть, немного, но практик в своей жизни, то есть от этого ты становишься более профессиональным и более-больше ценишь и ощущаешь тот материал, который ты рисуешь потом. Очень много рисует, реально безумно много. У него постоянно он придумывает какие-то кучи каких-то предметов невероятных. Просто очень жаль, что нельзя так делать, знаете, смахнуть так палочкой, чик, и он реализовался. То есть сейчас вот там на протяжении трех-четырех лет, которые я рисую молескин, больше 20 молескинов, которые просто изрисованы, ну и я все равно продолжаю рисовать на листочках, на каких-то конвертах в самолете, на пакетике для нужды, которые в самолете вкладываются в конвертик. То есть я даже там рисую, потом собираю с собой. Но слава богу, сейчас у меня есть ассистент, и она собирает все мои эскизы в папки. И у меня есть еще целая гора папок, в которых лежат эскизы. Очень важно в идее, это крутая реализация. Это безумно важно. Можно придумать какую-то классную, безумную идею на грани, не реализовать ее хорошо, и получится плохой продукт. Очень круто, когда ты ищешь форму, при этом максимально ее искажая. И очень важный момент, когда мы ищем в глубине наших корней, наших истоков, не то чтобы украинских, сколько больше даже славянских культур. Что, начнем? Все мы в украинской тематике працюем, так или иначе, визнаючи или не визнаючи. Но тут уже говорится не про этот широкий формат, а про какие-то вущие точки дотику, которые находятся, как будто случайно, а потом все это складывается в какие-то пазлы. Ну, мы смотрим на наши корни, ценим то, что у нас было до этого и вплетаем это все такой вот единой косичкой в то, что мы создаем на сегодняшний день. И самое важное, создать что-нибудь очень простое при этом уникально. И много лет я уже пытаюсь создать какой-то вот алгоритм создания каких-то предметов, мебели, света, дверей, форм зданий, которые были бы очень простые, и при этом очень сложные. Вот эти линии, бачишь, зашлифовать еще трохи, чтобы оно было совсем идеально. Хотя идеал нам не потребен. Нам потребен, чтобы оно было живое. Природа, она гораздо умнее нас, гораздо старше нас, гораздо красивее, гораздо совершеннее. Вот совершенство вот это вот, если мы его сможем найти, сможем почувствовать и передать, мне кажется, что это был бы идеальный, идеальный симбиоз архитектора, дизайнера, с предметчика, с транслейтором такой, который транслировал бы себя вот это величие природы и выдавал бы это на бумаги, карандаши, пропускал бы это через себя и выдавал бы как единую материю. У керамики есть такое свойство, вот оно воздушное и оно мгновенное. То есть ты уронил керамическое изделие и оно исчезло. А уронил стул и ему ничего. Для продакт-дизайнеров одним из самых сложных является создание именно стула. Очень важный процесс вот от нарисовки, от первых эскизов до хотя бы проработки 3D-визуализации проходит какое-то время. И это придет поток информации, когда ты смотришь в интернете, на выставках где-то, просто там, ну, листаешь какие-то книжки, журналы. То есть вы не представляете, сколько стульев существует. То есть, ну, огромнейшее количество. И самое важное, что твой стул должен быть уникальным. Ну, то есть он должен быть не похожим ни на какие другие. Он должен быть чем-то характерен, он должен быть чем-то выразительным, он должен быть комфортным, он должен быть геометрически правильным. Ну, у него столько всего должен. Но когда доходит до рисования, то ты, ну, ты в растерянности. Вот. И потом в какой-то момент ты закрываешься, как бы выбрасываешь это все из головы и рисуешь просто какую-то вещь, которая не связана вообще со стулом. Потом приделываешь ей две ноги, две спинки, и получается стул. Вот так и это чудо получилось. Кривоватый вот здесь, бачите, может быть, лазер слихал. Но это тоже непогано. Вот такая живая. На лебедя, походу. На голову дохлого дракона. У меня были внутренние такие вот посылы. Я хотел из чего-то суперпростого сделать что-то сложное. Когда-то очень давно. И я придумал там столики из банок, трехлитровые, кольцовывал их там металлом. Потом ложил там на них стекло, потом камни, потом подсвечивал это все. Ну, короче, дырню всякую придумал в детстве. А потом когда-то я придумал просто, что это будет банка с консервацией. Она будет с помидорами или с огурчиками. И я сделаю такой светильник, типа большой, который будет с огурцами, с помидорами, с фруктами или с овощами, да, которые будут внутри там ледами подсвечены. И вот настолько мне понравилась эта идея, что я думаю, вау, это будет нечто. Потом, короче, я засунул туда ледом, но ж, понятно, ничего не светилось. Ну, практически вообще его видно там не было. Потому что огурцы, помидоры. Правда в том, что на самом деле все лежит вот очень-очень-очень близко, и его нужно просто увидеть. Интересный проект ING. Я нарисовал концепцию банки. И здесь она вот воплотилась в жизнь. Мы ее реализовали как интересный и нестандартный светильник. для меня есть понятие живой интерьер. И многие люди не осознают того, что приходя в какое-то объемное помещение или там комнату, либо там здание, либо там музей, то есть мы ощущаем какие-то положительные эмоции, положительный заряд, когда мы видим воздух. То есть когда мы его чувствуем, когда мы понимаем, что нам здесь уютно, что нам здесь комфортно, что мы находимся в тишине и спокойствии, или там в радости и шуме, но при этом это комфортное состояние. И тогда это вот, ну я считаю, что это круто спроектированная работа архитектора, либо работа дизайнера, либо симбиоз архитектора с дизайнером, да, и тогда это вот круто. Так вот, я заявляю, что мы создадим формулу живого интерьера и внедрим ее в жизнь. Дизайнер, в принципе, должен работать с производственниками, начиная от маленьких каких-то мануфактур, заканчивая большими там производственными частями, там, заводами, пароходами и так дальше. То есть для того, чтобы создать один предмет, неважно, это флешка, стул, там, нужно пройти несколько этапов его реализации, начиная от макета, заканчивая материалом, технологиями, покрасками, там, тонировками, сборкой, упаковкой. И, в принципе, об этом всем должен знать дизайнер. То есть вот начало от эскиза, как он его рисует, сколько он весит, как его будут транспортировать, как его будут собирать, кто его будет собирать, каким образом это будет доставлено домой, как это будет установлено и так дальше. То есть это целый огромный такой процесс, который, в котором выпавшее одно звено может поломать всю цепочку. Ну, то есть это как в велосипедной цепи. То есть мы едем, у нас звенышка выпала, все, велосипед не едет дальше. Процесс, когда меня прет, когда вдохновлен, у меня все время вот есть такое движение, то есть оно такое ритмичное, я бы сказал. Сейчас, на сегодняшний день, я это ассоциирую как бы с собиранием энергии. Была классная история, когда мы прилетели в Китай, мы поселились в классной гостинице, которая была дизайнерской, в которой полностью меня все радовало. И мы зашли, и я вот постоянно вот так вот подергивал руками, и все время мне нравилось, то есть я тер. Прошло время, то есть мы пришли уже домой отдыхать, и я говорю, Шкроп, что-то, говорю, у меня руки как-то болят, может, я чемоданы тяжелые носил, какая-то крепатура, вот под вечер, говорю, как будто рук не чувствую. И потом ко мне доходит, что это я целый день вот так вот делал, и уже настолько наделал, что уже, 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 у меня уже аж руки заболели. Архитектура должна быть, на самом деле, для всех, кто ее любит, ценит и понимает. И даже для тех, кто ее не понимает, но хочет понимать. Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу сказать о том, что она должна быть, в первую очередь, предназначена для жизни, для комфортной жизни. И только потом она должна быть сногсшибательной. Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле, очень большое внимание отдаю команде. То есть, я считаю, что любовь к команде, это любовь к успеху. И желание побеждать, это значит быть, скажем, не только самому развитым, не только самому вдохновленным, но еще с людьми, еще быть, чтобы были люди вдохновленные рядом с тобой. Если люди рядом с тобой вдохновленные, то проекты, которые мы реализовываем, которые мы создаем, они более прекрасные, более интересные, более незабываемые. Модель творчества, она не подвластна никаким там сухим стратегиям и сухим пониманием того, что ты должен прийти, нарисовать три картинки, отрендерить две визуализации, нарисовать один план и четыре чертежа. То есть вот твой план на сегодняшний день и ты должен это сделать. Да нет, это фрагментами какой-то хаос вообще, в котором рождаются какие-то радостные или тревожные моменты. И процесс создания, он очень творческий. То есть это энергия, флюиды, которые летают в воздухе, которые пересекаются между собой и тогда получаются качественные продукты. И благодаря только этому опыту, знаниям, любви к тому, чем ты занимаешься, это вот рождается как очень выношенное детище, которое ты ценишь и любишь. Так мы относимся к нашим проектам. Хаотичный. Упрямый и веселый. Иногда бывает таким жестким. Лидер. Любопытный. Строгий. Мощный. Смеливый. С сюрпризами. Очень сильный и эмоциональный. Средонаправленный. Знает, чего хочет и как к этому прийти. Барон архитектуры. У нас есть была клиентка, которая, шутя, его называла. У него подпольная кличка Барон архитектуры. Ну да, он такой босс по жизни. Это, наверное, знаете, как разрывной снаряд, который прошивает твою жизнь и оставляет следы на ней. Это по-любому. Если ты выбрал профессию архитектора и дизайнера, то ты должен ее полюбить. Ты должен ее боготворить и ты должен каждый день этим заниматься. И только благодаря этому ты можешь добиться успеха. Вот. А в нашей стране, конечно, все привыкли, что бах-трак-бах и завтра ты уже дизайнер. Закончил трехмесячные курсы и ты уже шарашишь стройку по тысяче квадратных метров, когда тебе сарайчики нужно еще строить для курик. Такие на курих ножках. Вот. Но при этом нужно мечтать, конечно же, о огромных проектах, интересных, необыкновенных. Смотря на все предметы, которые я создал на сегодня, я думаю, что, к сожалению, я еще не создал того уникального предмета, который бы я мечтал бы и, наверное, возможно, я его никогда не создам. Но я наслаждаюсь процессом, я радуюсь, я вдохновляюсь от того, что я создаю каждый день. И я получаю от этого массу впечатлений, массу эмоций и довольствую с тем, что имею. И очень важно ценить то, что мы имеем и двигаться вперед. Итог. Рисуйте, рисуйте, рисуйте и еще раз рисуйте. А потом реализовывайте. Реализовывайте, реализовывайте и еще раз реализовывайте. А потом ремонте его свободы, arem settlements, кусочек и You об к tow го и поэтому в giggles Продолжение следует...